Жюль Верн Часть 1. Потерпевшие крушения Глава 1. Ураган 1865 года. Крики в воздухе. Воздушный шар подхвачен ураганом. Шар опускается. Кругом вода. Пять пассажиров. Что происходит в корзине? Земля на горизонте. Развязка. Мы поднимаемся? Нет, наоборот. Мы опускаемся? Хуже, мистер Сайрос. Мы падаем. Ради бога, выбрасывайте балласт. Вот последний мешок. Шар поднимается? Нет. Я слышу плеск волн. Под нами море. Оно должно быть от нас в пятистах футах. Выбрасывайте все, что только можно. Не жалейте ничего. Бросайте скорее, иначе мы погибнем. Крики эти раздавались в воздухе над безбрежной пустыней Тихого океана около четырех часов дня 23 марта 1865 года. Вероятно, все еще помнят страшный северо-восточный ураган, разразившийся в этом году во время равноденствия, когда барометр упал до 710 миллиметров. Ураган продолжался, не утихая, с 18 до 26 марта. Он охватил территорию шириной 1800 миль, между 35-й параллелью северной широты и 40-й южной параллелью. Причиненные им разрушения в Азии, Европе и в Америке, где, собственно, он и начался, на экваторе были огромны. Многие города превратились в груда развалин. Вместо зеленеющих лесов образовались беспорядочные кучи вырванных с корнями деревьев. Реки вышли из берегов и затопили окрестности. Сотни судов были выброшены на берег. Тысячи людей, убитых, покалеченных или утонувших, вот что оставил на память о себе этот страшный ураган. По своим ужасным последствиям он превосходил те бури, которые уничтожили Гавану 25 октября 1810 года и Гваделупу 26 июня 1825 года. В то время, когда одна за другой происходили катастрофы на суше и на море, не менее ужасная драма разыгрывалась и в воздухе. Воздушный шар, подхваченный ураганом, летел со скоростью 90 миль, 46 метров в секунду и 166 километров в час. В час, вращаясь в бешеном вихре, как если бы он попал в середину воздушного водоворота. Внизу, под воздушным шаром, прикрепленная к охватывающей его веревочной сетке, качалась корзина с пятью пассажирами, едва видимыми среди густых облаков, пропитанных парами тумана и мелкими, как пыль, брызгами воды, долетавшими с бушующей поверхности океана. «Откуда летел этот шар, ставший игрушкой ужасной всесокрушающей бури? В какой точке земного шара поднялся он в воздух? Не мог же он отправиться в путь во время урагана?» А между тем, ураган продолжался уже пять суток, и первые его признаки появились еще 18 марта. Вероятно, шар летел издалека, потому что за сутки он пролетал не менее двух тысяч миль. Но откуда бы ни мчался этот шар, пассажиры не могли определить пройденное ими расстояние, потому что им не на что было ориентироваться. Кроме того, они, видимо, даже не чувствовали страшного ветра. Шар летел с бешеной скоростью, одновременно вращаясь вокруг себя, а они не ощущали ни этого вращения, ни движения вперед в горизонтальном направлении. Их взгляды не могли проникнуть сквозь густую пелену тумана и плотных облаков, обволакивающих корзину. Они даже не могли с уверенностью сказать, день ли сейчас или ночь. Ни свет, ни рев бушующего океана не доходили до воздухоплавателей в этой мрачной беспредельности, пока они держались в верхних слоях атмосферы. Только быстрый спуск шара напомнил им об опасности погибнуть в волнах океана. Между тем, шар, благодаря тому, что из корзины был выброшен почти весь груз, состоявший из запасов провизии, оружия и прочего снаряжения, снова поднялся на высоту 4500 футов. Пассажиры, узнав, что внизу под ними не земля, а море, справедливо заключили, что вверху гораздо безопаснее, чем внизу, и поэтому, не колеблясь, выбросили из корзины даже самые необходимые вещи, заботясь только о том, чтобы как можно выше подняться над раскинувшейся под ними бездной. Ночь прошла в тревоге, которую, наверное, не перенесли бы люди, менее энергичные и слабые духом, и еще до наступления катастрофы умерли бы от страха. Наконец, стало светать, и ураган как будто начал стихать. С самого утра 24 марта погода, видимо, начала меняться к лучшему. На заре облака поднялись выше. Постепенно ураган перешел на очень свежий ветер, и скорость перемещения воздушных потоков уменьшилась вдвое, хотя ветер был еще очень силен и дул, как говорят моряки, бриз в три рифа. Однако, по сравнению с ураганом, погода стала гораздо лучше. Часам к 11 нижние слои атмосферы почти очистились от облаков. Ураган, по-видимому, не пошел дальше на запад. Он просто убил сам себя. Может быть, он рассеялся электрическими разрядами, как это случается иногда с тайфунами Индийского океана. Но в это же время воздухоплаватели заметили, что шар снова, хотя и медленно, опускается ниже. Газ из него постепенно улетучивался, и оболочка шара опадала, растягиваясь и удлиняясь, принимая вместо сферической формы яйцеобразную. Около полудня аэростат находился на высоте не более 2000 футов над поверхностью моря. Но благодаря своей вместимости, его объем равнялся 50 000 кубических футов, он мог еще долго держаться в воздухе, поднявшись на большую высоту и перемещаясь в горизонтальном направлении. Пассажиры выбросили за борт даже последние запасы провизии и все, что было у них в карманах, чтобы облегчить корзину. Один из воздухоплавателей взобрался на кольцо, к которому были прикреплены концы веревочной сетки, и стал крепче связывать на всякий случай нижний выпускной клапан аэростата. Но его попытка не дала желаемых результатов. Шар продолжал опускаться. Они были не в силах удержать его в верхних слоях атмосферы. Они должны погибнуть. Там, внизу, нет земли. Кругом, насколько мог охватить взгляд, не было видно ни одного клочка твердой земли, ни одной выступающей из моря скалы, за которую мог бы зацепиться якорь. Под ними расстилался безбрежный океан, где волны продолжали бушевать с прежней яростью. Хотя шар и опускался, пассажиры из своей корзины все же могли окинуть взором горизонт радиусом не менее сорока миль. Но, увы, на всем этом пространстве виднелись только огромные волны с белыми гребешками, несущиеся друг за другом. Необходимо во что бы то ни стало удержать шар и не дать ему погрузиться в волны. Однако, несмотря на все усилия, шар опускался все ниже и ниже, продолжая в то же время стремительно перемещаться по направлению ветра, то есть с северо-востока на юго-запад. Положение несчастных пассажиров было катастрофическим. Они уже не могли управлять аэростатом. Все их попытки ни к чему не привели. Оболочка шара все более и более опадала. Газ улетучивался, а они были не в состоянии этому помешать. Шар продолжал опускаться, и в час дня корзина висела почти в шестистах футах над поверхностью океана. Освободив корзину от всего багажа, пассажиры могли продлить еще на несколько часов свое пребывание в воздухе и ровно настолько же отсрочить неизбежную катастрофу. Но если до наступления ночи Земля не появится, воздухоплаватели, корзина и шар навсегда исчезнут в волнах океана. Оставался, впрочем, еще один способ, который мог дать некоторую надежду на спасение при благоприятных обстоятельствах. Прибегнуть к этому способу отважились бы только энергичные люди, умеющие без страха смотреть смерти в лицо. И воздухоплаватели сделали это. Ни одного слова протеста, ни одной жалобы не слетело с их уст. Они решили бороться до последней минуты, и насколько от них зависит задержать падение аэростата в клокочущую бездну. Его корзина, сплетенная в виде четырехугольного ящика из тростника, не была приспособлена для того, чтобы держаться на воде и заменить собой лодку. В случае падения она непременно должна была утонуть. В два часа дня аэростат находился примерно в четырехстах футах над морем. В это время послышался мужественный голос, голос человека, сердце которого не знает страха. Ему отвечали другие голоса, не менее энергичные. — Все выбросили? — Нет. Остались еще деньги. Десять тысяч франков золотом. Бросайте их! И тяжелый мешок тотчас упал в море. — Ну что, поднимается теперь шар? — Немного, но скоро он снова начнет падать. — Что можно еще выбросить? — Больше ничего нет. — Есть. Корзина. — Держитесь за сетку. Рубите веревки. Долой корзину! Это и в самом деле было единственным и последним средством облегчить аэростат. Аэронавты перебрались на веревочную сетку над кольцом и, держась за петли, бесстрашно смотрели на кипевшие под ними океанские волны. Веревки, прикреплявшие корзину, перерезали, и освободившийся от лишней тяжести аэростат снова поднялся на две тысячи футов. Всем известно, какой чувствительностью к изменению нагрузки обладают аэростаты. Достаточно выбросить даже самый легкий предмет, чтобы вызвать перемещение шара вверх в вертикальном направлении. Аэростат, плавая в воздухе, держит точный, математически верный баланс. Если значительно уменьшить груз, шар в ту же минуту стремительно поднимется кверху. То же самое произошло и на этот раз. Однако аэростат недолго продержался на такой высоте и вскоре снова начал опускаться. Газ быстро улетучивался, а воздухоплаватели не имели возможности заделать отверстие в оболочке шара. Аэронавты сделали все, что могли, и теперь им оставалось надеяться только на чудо. В четыре часа дня всего лишь пятьсот футов отделяло аэростат от поверхности океана. Вдруг послышался громкий лай. Это лайла собака, принадлежавшая одному из пассажиров. Она тоже вцепилась в сетку возле своего хозяина. «Топ что-то увидел!» — закричал один из пассажиров. Вслед за ним другой радостно крикнул. «Земля! Земля!» Аэростат, который ветер с утра увлекал в юго-западном направлении, за эти несколько часов пролетел значительное расстояние, многие сотни миль, и теперь на горизонте действительно показалась гористая полоса Земли. Но эта Земля была еще далеко, милях в тридцати под ветром. Чтобы добраться до нее, понадобится не менее часа, если, конечно, ветер не изменится и не отнесет шар в сторону. Целый час! А что, если шар раньше этого срока потеряет весь оставшийся газ? Положение и в самом деле было ужасным. Аэронавты ясно видели берег, до которого им необходимо было добраться, во что бы то ни стало. Они не знали, остров это или материк, не знали даже, в какую часть земного шара их занес ураган. Но эта Земля, а обитаема она или нет, им пока все равно. Им нужно только добраться туда. Однако вскоре стало ясно, что аэростат не может больше держаться в воздухе. Он почти касался поверхности воды. Гребни громадных волн уже не раз лизали нижние концы сетки, еще более утяжеляя ее, и воздушный шар временами даже погружался в воду. Теперь он летел над водой прыжками, точно подстреленная птица. Полчаса спустя земля была на расстоянии одной мили, но шар уже почти не двигался вперед. Обвисший, растянутый, весь в крупных складках, похожий на большой мешок, воздушный шар, еще сохранявший в верхней части немного газа, без пассажиров мог бы еще пролететь гораздо дальше. Но теперь он постепенно опускался все ниже и ниже. Аэронавты, вцепившиеся в сетку, очутились по пояс в воде и плыли за шаром, преодолевая волны, которые заливали их клокочущей пеной. Но в ту минуту, когда они уже были на волосок от смерти, совершенно неожиданно оболочка шара легла на воду, надувшись словно парус, и поплыла вперед, подгоняемая ветром. Может быть, благодаря этому им удастся добраться до земли. До берега оставалось не больше двух кабельтовых, когда вдруг раздались страшные крики. Шар совершенно неожиданно подпрыгнул вверх после того, как в него ударил сильный порыв ветра, поднявшись примерно на полторы тысячи футов, однако вместо того, чтобы двигаться прямо к земле, полетел почти параллельно берегу, попав в боковой воздушный поток. К счастью, через две минуты он снова стал понемногу приближаться к земле и, наконец, упал на прибрежный песок в нескольких десятках футов от воды. Аэронавты, помогая друг другу, довольно быстро выпутались из веревочной сетки. Ветер подхватил освобожденный от тяжести аэростат, и он, подобно раненной птице, в предсмертной агонии собравшей все свои силы, взвился кверху и исчез в облаках. В корзине было пять пассажиров, не считая собаки, а на берегу оказалось только четверо. Пятого, очевидно, унесло неожиданно налетевшей волной. Это и позволило облегченному аэростату подняться вверх в последний раз и затем, спустя несколько минут, благополучно достигнуть земли. Как только четверо потерпевших крушения, но спавшихся аэронавтов почувствовали под ногами твердую землю, так сразу же закричали, думая о том, что надо спешить на помощь пропавшему товарищу. Может быть, он теперь как раз плывет к берегу. Надо его спасти. Спасем его. Продолжение следует...